Я крайне уважительно отношусь к стихии, к стихийным процессам и, собственно, считаю их двигателем прогресса и истинной в первой и последней инстанции. То есть для меня статистика — это единственный источник правды, никого другого нет. Поэтому падает престиж. Почему? Потому что она перестает быть нужна, эта профессия. И зато сейчас пошли производственные абсолютно фильмы про интернет-бизнес. Уже не первый. Блокбастер, да, выходит, был про образ Фейсбука, вот какой-то был фильм, да, сейчас этого самого Джобса. То есть, да, на уровень блокбастеров вышли, то есть это мега-идея, значит. Она сравнима с идеей жизни и смерти, любви и ненависти, детей и семьи. То есть на высочайшие просто... То, что блокбастеры означают очень высокое значение темой для человечества. Значит, это есть. Вот-вот кто. Другая проблема, что мы сейчас находимся в отставании, мы в другой позиции находимся. Для нас это важно, эти, видимо. Хотя, я не знаю, если... Не знаю, нам нужны рабочие вообще. Мы же выживаем не за счет рабочих, не за счет производства сейчас. У нас же экономика построена на ресурсе, на использовании ресурса природного. Нам не нужен рабочий человек-то. Нужен нам человек, обслуживающий ресурсы. Все. И охраняющий ресурсы. Потому что ресурсы это всегда, ну, это драгоценность, ее могут украсть. И вот у нас и развивается, и из экономики все рождается всегда. Я материалист все-таки, как-никак, в советское время родился. Марксист. Поэтому, если мы выживаем за счет того, что мы добываем и охраняем, то у нас будут добытчики и охранники. У нас больше никого не будет, в конце концов. Ну, вот, понятно, что недавно выпускники охранного какого-то института, они вот ездили на машинах, там очень так, хвалились. Вот это люди, которые реально востребованы. Экономика диктует все. И тут, я не знаю, если они не нужны, то они не появятся. Как-то мы по-другому выживаем. Это очень сложный вопрос для меня. Потому что экономика нуждается в изменениях. И может ли сначала пойти искусство, да, поднимать важность какой-то профессии, а за ней, чтобы что-то изменилось? Не знаю, не уверен. Это же, как профориентация же кино не работает все-таки. Кино занято изменениями человека внутренне. То есть, на самом деле, если до конца говорить откровенно, то кино занято тем, что общество меняет человека немножко в пользу общественных ценностей. То есть, оно немножко учит его переделываться, становиться частью общества и переставать быть эгоистом. Вот чему учат кино и искусство вообще. И это интересно всем, потому что все чувствуют, что в этом залог победы. Я силен, когда я вместе с обществом. И профориентацией я не думаю, что кино занимается. Я думаю, что это следствие. Это было важно для нас, наверное. Хотя, если это пропаганда была тоже в советское время, то я не думаю, что она была эффективна. Пропаганда же неэффективная вещь. Она же работает, пока она продолжается. Как только она прекращается, она тут же перестает действовать. То есть, это такая вещь, как... Ну, я не знаю, с чем сравнить. То есть, это не системные изменения. Системные изменения потребует экономика. Ну, тут очень много факторов. Я об этом во всем думал, и тут, к сожалению, долгий путь. То есть, нам нужно... Экономика, наоборот, является... Она воспитывает такое отношение у нас. Да, география наша и история. Экономика воспитывает человека, который не выживает за счет своего труда. Из-за этого у него нет... У него нет ощущения свободы, потому что она ему не помогает. И у него... Ее нет. Ему нужна свобода, чтобы свободно действовать, добиваться каких-то целей. Ну, то есть, а ментальность совершенно другая. Тут очень непонятно, с какой стороны начинать. И мне кажется, что надо начинать со стороны именно человеческих качеств все-таки. То есть, именно с... Вот искусство этим и занимается. То есть, воспитание сильного человека, смелого, идущего к своей цели. Берущего ответственность за жизнь на себя, свою. Вот если мы такого будем продвигать, то это все-таки мировой тренд. И мы получаем человека сильного, который уже будет говорить, что мне нужны профессии, мне нужна экономика, я хочу этим всем управлять. То есть, свобода и сила дают возможность развиваться. Я за такие ценности. Это сложный путь. Как ни странно, для того, чтобы... Я против того, чтобы заниматься политикой. Я считаю, что политика ничего не решает. Вот выводить людей там на площадь, это бесполезно. Люди сами должны выйти. Ты должен говорить с человеком о его ценностях. И ценности будут уже им управлять дальше. Не надо ему говорить, куда идти. Пусть он сам. Потому что решение, которое принял сам человек, оно стоит чего-то. Оно дорого стоит. А решение, которое ты ему навязал, или ему пропаганда навязала, оно ничего не стоит. Оно ничего не изменило. Вот я так считаю. Поэтому надо делать человека лучше, грубо говоря. Просто тупо заниматься этой такой стратегической, очень долгой, вперед рассчитанной работой. Просто делать человека лучше. Лучше доказывать ему, что надо быть сильным, надо брать на себя ответственность, надо помогать тем, кто вокруг, надо быть частью человечества. И только так можно побеждать. Вот ценности. То есть искусство только о ценностях. Я думаю, вот это правильный путь. Продолжение следует.